Музыка Ну вот тогда, я правильно ли понимаю ваш тезис, что хорошо на самом деле расширять кругозор и детей отправлять учиться за границу? Вы же сами поехали по обмену в Америку в 14-15 лет вам было. Что это полезно и хорошо? Это очень полезно и хорошо, если дети возвращаются. И это очень вредно и плохо, если они не возвращаются. От кого это зависит? Только ли от родителей? Ну нет, в основном, конечно, в первую очередь от ребенка. Я бы для себя очень этого не хотела. Вот у нас, конечно, станет эта дилемма, если вдруг они... Ну не скоро, сколько? Не скоро, слава богу, моим 4 и 3, нашим детям. Но я бы не хотела из совершенно эгоистических соображений. Я не хочу, чтобы мои дети выросли разные со мной культуры. Вы знаете, сколько я с этим сталкивалась в жизни? Много же у нас знакомых, влиятельных, богатых, которые отправляют людей за границу. Много тех, которые на полпути возвращают, увидев то, что я вижу. А много тех, которые потом говорят, послушай, я не могу общаться со своим сыном. Мой сын вырос английским сволочь-аристократом. Я говорю, а кем ты хотел, чтобы он вырос, если ты в 12 лет отправил его в английский аристократический колледж? Он вырос у тебя английским аристократом, он не может с тобой разговаривать, у вас нет общего языка, он говорит по-русски с ошибками. Он смотрит на тебя, как на какого-то замшелого ретрограда из дикой страны, потому что по утрам он читает то, что ему преподносит привычные ему западные СМИ, смотрит их телевидение и живет в твоей парадигме. Что ты хотел? Ну зачем я его рожал? Вот именно. Понимаете? Мне бы очень не хотелось. Я не могу зарекаться, потому что в первую очередь это зависит от детей. Я точно не сделаю это за свои деньги в их раннем возрасте, но у детей есть много возможностей, как была у меня. У моих родителей не было никаких денег. Меня отправило учиться в Америку американское правительство на деньги американских налогоплательных. Госдеп, как сейчас. Госдеп, да. И Конгресс на самом деле. Но это не важно. Небольшая разница. Если мои дети выберут такой путь, для меня это будет очень болезненно, потому что увеличивается шанс просто потерять своих детей. Просто у тебя будут дети, но они будут жить в другой стране, в другой ментальности, в другой культуре. Вот Тигран чуть было на это не наткнулся. У них дочка уехала учиться сначала в Англию, потом в Америку. Тигран Кирсоян. Про дочь мы говорим, которая от его брака с Соленой Хмельницкой. Их дочь уехала учиться сначала в Англию, потом в Америку. Отучилась. Слава богу, вернулась. Сейчас работает с папой, снимает кино. Но уже за год, за два до ее возвращения Тигран был в ужасе. И, насколько я знаю, у Алены тоже. Что же мы натворили, мы своими руками нашу девочку отдали Америке. И она теперь будет американкой, она там будет выходить замуж, рожать детей. Мы будем видеть своих внуков раз в год по праздникам. И, ну, зачем это было нужно? Зачем? Вот я бы не хотела. Мы все-таки очень консервативные люди, я имею в виду нашу семью. Мы привыкли жить большим домом. Мы живем в одном доме с моей мамой и с Тиграном мамой. Еще с моими дядей и тетей, и с моей сестрой. И еще Тигран брат часто у нас по месяцу иногда даже живет. Из вас там просто армянская общение. Да, абсолютно натурально. И нам так нравится. Мы хотим, чтобы все были рядом, чтобы все были вместе. И когда кто-то из наших уезжает в другую страну надолго, нам это больно и неприятно. А если он в этой другой стране еще и вырастет другим человеком, не из нашей вот этой вот обоймы, это было бы совсем ужасно для меня. Поэтому, а не потому, что вот нельзя учиться за границей. Да, конечно, можно и кому-то даже нужно. Но мы же сейчас говорим о персональных предпочтениях. Для меня это... Я очень счастлива, что я вернулась. И не хотела бы, чтобы мои дети уехали, потому что я сама не собираюсь больше нигде жить. Ни в какой другой стране. Надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин